Я Новожилов Иван, мне 15 лет, занимаюсь спортом греблей на Байдарках. Как давно ты занимаешься именно греблей? Именно греблей я занимаюсь уже третий год, я пришел два года назад летом в июне, вот уже три года, третий год. Ранее ты каким видом спорта занимался? Раньше я занимался спортивными бальными танцами. Сколько лет? Честно, не помню, примерно 7 лет. Почему такие кардинальные перемены, поменялись планы, с чем связано, почему гребля? Ну, в общем, у меня из-за активного роста в детстве были проблемы с коленями, и мне надо было уходить с танцев. А без спорта я просто не мог. Я вот ездил домой, в Минской набережной, и постоянно смотрел, как тут байдарошники гребут. Я думаю, ну, у них по большей части работает верхний корпус. Я думаю, и пойду я туда. И вот мне понравилось, и получилось достичь нескольких результатов. Ну, вот не только понравилось, все-таки мы знаем, что результаты за два года действительно очень серьезные. Если мы говорим о соревнованиях, какие самые важные соревнования, на которых ты участвовал, ну и какие результаты, конечно? Вот самые важные соревнования для меня – это Кубок Доброй Воли. Закончились несколько дней назад. Там я был седьмой на дистанции тысячи метров, первый на дистанции 500 метров в одиночке, и первый на дистанции тоже 500 метров, но в четверке. Также я занял третье место в эстафете смешанной, где канаист, канаистка, байдарист, байдаристка. Через секунду мы продолжим, а прямо сейчас поставь лайк этому видео, и чтобы не пропустить новые выпуски, подпишись на канал в Ютубе, Телеграме и группу ВКонтакте. Все ссылочки будут в описании. А как комфортно – в одиночке или в четверке? Так как я хожу еще третий год только, я очень неустойчиво сижу в лодке, и я много раз просьбовал садиться в двойке, например. Очень сильно расшатывал лодку, и не получалось правильно ехать и быстро. А если мы вернемся опять к бальным танцам, там были неплохие успехи? Да. Ну, тебе нравилось? Да, мне очень нравилось заниматься танцами, но в связи с проблемами с коленями, мне пришлось прийти в гребли. Ну, и гребли тоже. Вот сейчас не жалеешь? Нет, не жалею, потому что тоже очень нравится. Все-таки по душе какой вид спорта? Бальный? Может быть, все-таки период такой большой был, да, что ты занимался этим видом спорта? Или невозможно так оценить, что по душе ближе? Невозможно оценить, честно. Сейчас у тебя какой разряд? Сейчас у меня разряд кандидата в мастера спорта, но в конце мая было первенство России, и там я выполнил разряд норматив мастера спорта. Но еще пока не присвоили. То есть мы ждем еще одного мастера спорта? Да. Отлично. И сборной, конечно, Российской Федерации. Дальнейшие планы как-то связаны у тебя со спортом? Ты сейчас в 11 класс перешел? Да. Как ты дальше видишь свое будущее? Дальше я планирую поступать, и, скорее всего, со спортом придется закончить, потому что невозможно будет совмещать учебу в ВУЗе и спортивную деятельность. Нет, можно, конечно, пойти в спорт, но я не знаю, что будет дальше. Может быть, вдруг что-нибудь со здоровьем опять случится, и придется закончить. Поэтому лучше всегда выбирать учебу. Но ты уже что-то выбрал для себя? Еще на перепуте. Еще думаю. Ну ладно, мы надеемся, что спорт все равно не будет в такой второстепенной части. Нет, заканчивать я точно не буду. Всю жизнь буду поддерживать свою спортивную форму, но не так активно. Отлично. Ну мы желаем успехов в любых начинаниях и всего самого доброго. Спасибо.